Украшение шахтеров. В Кропивницком подали в суд на горняков, которые месяц назад провели акцию протеста и отказались подниматься на поверхность. Они требовали повышения зарплат и добились своего. Кто и почему теперь с ними судится, выясняли наши корреспонденты. Шахта Ингульская под Кропивницким. В начале ноября, после смены, бригада горняков отказалась подниматься на поверхность. Требовали увеличить зарплату. Их поддержали сотни коллег. На 6 тысяч прокормить семью, снять квартиру. Это же нереально. Наши требования, чтобы нам подняли зарплату на 50% с октября месяца и на март месяц еще на 50%. После двух дней переговоров компромисс был найден. Горнякам уже повысили зарплату на 25% и еще на 40% обещают поднять в марте следующего года. Но спустя месяц после акции шахтерам массово начали вручать повестки в суд. Мы получили эти бумаги, так сказать, акты. И было, конечно, удивление, как так. Мы знаем, что мы невинны. И если бы наше руководство выполнило те обещания, которые были сделаны еще с начала этого года, то такого же не было бы. Руководство госпредприятия «Восточный горнообогатительный комбинат», в структуру которого входит шахта Ингульская, посчитало. Забастовка горняков обошлась почти в полтора миллиона гривен. А потому подали в суд иск. Требует признать акцию протеста незаконной, рассказывает глава профсоюза. Это была мирная акция протеста. Они запугать хотят всех людей, чтобы на подальше права голоса обычный работник Ингульской шахты, особо подземной группы, не имел. Рассматривает иск Кировоградский районный суд. На первое судебное заседание от госпредприятия явились только юристы. Почему сейчас вернулся в суд после решения всех вопросов? Почему спустя месяц и вопреки подписанным договоренностям руководство подало в суд? Подробности направили запрос на предприятие. Тем временем горняки уверены, иск это месть. И не исключает, что если суд признает акцию незаконной, руководство оштрафует работников, либо же вовсе отменит распоряжение о повышении зарплат.